так доброе утро дорогие друзья доброе утро дорогие друзья мы продолжаем изучать тору притчи царя сломона мишли высшую мировую мудрость то есть вот так вот я вчера осознал что вот насколько мы недооцениваем то что имеем очень часто человек не ценит то что имеет самые ценные вещи он просто не замечает ну там воздух например самая ценная вещь без воздуха человек не может и что он ценит я не видел ни одного человека чтобы с утра ходил и говорил вау я дышу вообще круто хотя без воздуха нет и секунда и нет у тебя до теперь это же самое вчера вот перенес как бы на тору до что тора яков шатанин вот он наверняка не ценит он думает вот есть люди там профессора вот они умные а по факту тот кто учит вавилонский талмуд он он больше знает о мире чем 100 профессоров вместе взятых и это надо просто понимать ценить и осознавать что самая высшая мудрость в мире это тора и мы изучаем нужно этому радоваться гордиться быть счастливым и и осознавать вот сейчас пока все собираются расскажу притчу одну как хаффетсхайм был такой великий мудрец и он говорил он объяснял что нету есть такая мишна что в этом мире награды за заповедь нету нету в этом мире награды за заповедь написано что как он объяснял что приходит человек заходит в магазинчик маленький такой знаете вот этот магазинчик и говорит здрасте хочу бутерброда вас купить ему говорят хорошо доллар там или два доллара он говорит да у меня вот есть нету с собой доллара у меня есть бриллиант стоит 100 миллионов долларов вы мне сдачи дадите и достает вот такой бриллиант вот такого размера они ему говорят скажем эти сдачи то дадим с билет если весь магазин продать и умножить на 10 тысяч раз не хватит на 100 миллионов долларов чтобы рассчитаться и так он и остался без бутерброда нету в этом мире награды за заповедь то есть то награда которую получаешь за выполнение одной заповеди она больше чем все то удовольствие которые есть в этом мире да весь этот мир это такой магазин понятно да так он объяснял а второй он объяснял разница между тем кто это осознает разница между тем кто это не осознает как-то стояла рядом два дома один был дома там жил очень богатый такой человек такой зажиточный купец а второй дом там жил бедный такой очень в еврей такой бедный он там перри перебивался с работы на и в то время это было же он около больше ста лет назад в девятьдесятые годы многие семьи хотели уехать в америку у меня большая часть моей семьи в девятьсотые годы уехала в америку я ну как бы надо их найти кстати интересно было бы их найти и значит когда они уехали в америку то как уезжали в америку было как а лотерее там в общем благодарю а знаете всегда в этом мире все даже сейчас green канты можно выиграть в лотерею у меня есть пару знакомых которые выиграли green карт это американской ну возможно жить в америке и в то время тоже были какие-то лотереи и в общем этот еврей выиграл бедный который еврей выиграл выиграл вот этот вот для всей семьи лотерея поездка в америку что они все уезжают в америку билеты на пароход, ехали тогда через Англию, поездом до Англии, из Англии на пароходе. И он выиграл, значит, этот лотерейный билет, и там такая радость, вообще они прыгают, вся семья веселится, кричат, дети довольные, все довольные, все, а у них даже кушать нечего. И этот богатый его встречает на следующее утро, а они утром радуются и все. И он ему говорит, слушай, а что ты так радуешься, у тебя всю ночь такие критики, пляски песни, там все. Он ему говорит, чего радуюсь, я радуюсь, что мы выиграли вот этот билет в Америку, значит, поедем, значит, вот через полгода в Америку. Он ему говорит, а сейчас-то что в твоей жизни изменилось? У тебя же ничего не изменилось, у тебя как нет денег, так и нет, как нет еды, так и нет еды. Чего сейчас изменилось? То, что у тебя есть бумажка, на которой написано, что ты через полгода поедешь в Америку, что ты сейчас радуешься? Он говорит, когда я знаю, что я через полгода поеду в Америку, так я и сейчас радуюсь уже. Я уже почти там. Так Хафицкайм так объяснял разницу между по-настоящему религиозным верующим человеком и не по-настоящему. Он говорит, если ты знаешь, что у тебя впереди рай, вечная жизнь, встреча со Всевышним, с анделами, с Авраамом Авину, с Машей Робейном. Если ты знаешь, это как будто бы ты уже выиграл это. Так чего ж ты ходишь, не радуешься. Если ты по-настоящему верующий религиозный, ты должен ходить, танцевать, радоваться, что ты уже вытащил лотерейный билет, ты выиграл. И это действительно разница между верующим и неверующим человеком. Я вчера видел один пост доктор Курпатов, и он такой говорит, в этом посте написано, что человек, он с детства надеется, что придет какой-то спаситель. Да это просто детская типа чушь, ребенок маленький, он ждал, что кто-то сейчас к нему придет, его спасет. Никто не придет, никто тебя не спасет. Ты просто, он пишет так, да, будешь жить, а потом умрешь. И все. И говорит, ничего не будет с тобой, никто тебя не спасет, ты был один, есть один, никому ты не нужен, все. Я сравнил это с тем, что говорил царь Давид. Царь Давид, когда, он, есть такой псалом его знаменитый, и он говорил в этом псалме так. Так, он говорит, даже если я буду идти долиной смерти, гейтсалмавет это долина смерти. Ло-и-ра-ра, он говорит, зло со мной не случится, ки-а-та-и-мади, потому что ты со мной, он Богу говорил. То есть, весь, вся Тора, вся еврейская жизнь, все, вся духовная жизнь построена на том, что ты не просто веришь. Ты знаешь, прям, верой стопроцентной, что есть Бог, что ты веришь, как говорится, Я верю полной верой, что придет Машиах, и так далее. То есть, все построено на вере, и на вере в Спасителя, на вере в то, что Бог всегда с тобой, что все хорошо, что прямо вот все хорошо, что даже когда плохо, это тоже хорошо, потому что это кажется тебе, что плохо, для того, чтобы было еще лучше. То есть, насколько более позитивное такое состояние. Хорошо, значит, и возвращаемся мы к девятой главе притчи царя Соломона, и находимся мы, как раз одиннадцатый очень оптимистичный отрывок. Тиби-ир-бу-ям-эха, мной умножатся дни твои, ве-йоси-фулыха шнот-ха-им, и добавят тебе годов жизни. Это говорит царь Соломон, что Торой, когда изучением Торы, у тебя добавятся тебе и годы жизни, и вечная жизнь, и лета жизни тебе добавятся, и умножатся дни твои. И Раши там пишет, в этом месте он пишет, и будет у тебя и богатство, и почет, и все у тебя будет. То есть, цадик, это говорил пророк Хавакук, он говорил, цадик, праведник, он верой своей будет жить. То есть, он своей верой наполняет жизненностью, наполняет все аспекты своего существования. И соединяется с Богом тоже верой. Теперь, значит, двенадцатый отрывок. Им хахамта, написано, им хахамта, хахамталах. Если ты мудр, хахамта это, если ты умудрился, постиг вот эту божественную мудрость, хахамталах, то ты умудрился для себя. То есть, вот это вот, когда ты это осознал, понял, то ты, ты эту мудрость, она твоя. То есть, она по-настоящему твоя. Ты ее, эту мудрость осознал, принял, и она в тебе. То есть, каждая мудрость, которую ты осознал, она реально с тобой остается навсегда. Ты вместе с ней уходишь в эту вечность. Вы лацта. А если ты насмешник, если ты кощунствуешь, так переводят, но лацта, лецта, насмешник, левадхотиса, ты один пострадаешь. Значит, что это значит? Еще раз, как цадик своей верой живет, так и не цадик своей верой живет. Все живут своей верой. И каждый, я когда атеисты пытаются там, ну, что-то со мной спорить, я им говорю, со мной спорить не надо, я тебе ничего доказывать не буду. Я верю в свое, ты веришь в свое, ты верующий атеист, ты веришь в обезьяну? Молочуга, ты обезьяна. Давай про эту веру поговорим. А что ты веришь в это? То есть, ты знаешь, что ты обезьяна? Не знаешь. Ты знаешь, что конкретно найдены вот эти вот пропавшие какие-то зрения? Не найдены. Ученые, вот почитать просто ученых, британские ученые доказали, и они каждый день что-то нового. Вот ученые думали так, ошиблись, а так ошиблись. Найдены новые данные, ошиблись. А эти новые данные опровергают старые данные. То есть, когда люди говорят, что наука знает происхождение человека, не знает. Называется теория Дарвина, теория эволюции. Это теория, это гипотезы. И атеист или там агностик. Были гностики, а были агностики. Вот агностики, это те, которые понимают, что они ничего не понимают. Они говорят, мы поэтому вдаваться не будем, потому что все живут верой. Это агностики. И вот, значит, атеист, он самый большой верующий, только он верит во что-то плохое. Да? Как, значит... Я вчера смотрел фильм про этого самого. Основатель Макдональдса. Рэй Крок. И вот такой Рэй Крок, такой прямо... Ну, основатель Макдональдса. Круто, значит. Макдональдс. Крутая компания. И он такой... Он, знаете, мы с дочкой смотрели, и дочка говорит, ну, он крыса. Она его прямо назвала, он крыса. И он в конце говорит такую фразу, не знаю, или это его цитата, или нет. Он говорит, мы живем не в джунглях, где человек человеку волк. Мы живем в мире, в котором человек человеку крыса. Он сам в фильме это сказал в конце. Хотя мы это поняли и раньше. Он забрал... И он говорит такую фразу этим братьям Макдональдс, у которых он, можно сказать, украл этот Макдональдс. И он им говорит, вы со мной не судитесь. Потому что я, говорит, такой человек, который, если мой конкурент будет тонуть, я ему в горло запихну спасательный шланг. Я его сам убью. Он так говорит. И вы, если со мной будете судиться, знайте, с кем вы связываетесь. И он у них забрал этот Макдональдс. В общем, забрал у них. Так теперь, что получается? Умер он три раза женат, алкоголик и, значит, без детей. Вот такого вот у него он прожил свою жизнь. 81 год он умер. А когда он его основал, 52 года, у него не было уже там, он болел артритом. Половины не было у него щитовидной железы. Он весь был порезанный, убитый алкоголик. Вот мы иногда смотрим, казалось бы, человек, ну там, Макдональдс создал, Рэй Крок, там, а на самом деле пустота. Хорошо, значит, еще раз, если ты хахамта, хахамта лах, то есть, если ты постиг божественную мудрость и умудрился, то ты умудрился для себя. Она с тобой навечно, и она и здесь с тобой, и там с тобой, и везде с тобой. Если ты насмешник, тогда ты сам будешь нести свой груз. Что значит, ты сам будешь нести свой груз? Легче всего отрицать. И можно отрицать все, что угодно. На любую идею можно ее высмеять, можно ее отрицать, можно отрицать религию, атеизм, коммунизм, можно быть циником и отрицать все. С чем ты останешься? Останешься с вопросом, у тебя все равно нет никакой, никакой за что зацепиться. А если ты даже что-то находишь, а у тебя способ мышления, вот этот циника-насмешника, так ты это высмеешь, и в итоге с чем ты останешься, ни с чем пустота. Вот. Это то, что написано здесь в одиннадцатом отрывке. В двенадцатом. Теперь тринадцатый отрывок. Эшет Ксилут Омия, Псают Убали Адама. Значит, дальше описывается, царь Салмон, он очень любит описывать идеологии, вот разные идеологии. Каждый человек живет в своей идеологии, в своем мире, в своей вере, в своей какой-то модели мира, что хорошо, что плохо, что важно, что не важно, зачем стоит жить, зачем не стоит жить. И царь Салмон сравнивает идеологии с женщинами. То есть, в его метафоре, в конце он заканчивает Мишли, Эшет Хайль Ми Имца. Кто найдет доблестную жену, Варахок Мипнини Михра. Значит, высока, дороже, чем все драгоценности, ее цена. Речь идет не только о жене, как таковой, потому что это, как бы, жена, это идеология мужа. Можно так сказать, что каждому человеку дается вторая половина для его исправления и по его сегодняшнему состоянию. То есть, но также, это комментаторы, прям много на это место говорят, что Эшет Хайль Ми Имца, значит, что Эшет Хайль, доблестная жена, это тоже и Тора, сравнивается. Тора и диалогия. Если ты находишь Тору и живешь по Торе, значит, у тебя жена хорошая, доблестная. А если у тебя вот такая женщина, как в 13-м отрывке, написано Эшет Ксилут, жена Ксиль, это грешник по, по, грешник по вожделению, это так переводится. То есть, есть люди грешат по-разному. Есть люди, пяти, наивные, значит, ему просто сказали, что хорошо, значит, быть веганом, он веган. Потом ему сказали, нет, сейчас модно, значит, есть мясо, он есть мясо. Потом наивные, там, если ему сказали, что правильно грешить, что это хорошо, он будет грешить, но он наивный. Есть грешник, который не наивный, не пойти вот этот вот, а грешник, который называется Хасерли, в одном месте, который не управляет собой, который эмоциональный. Есть грешник, который Ксиль, который, у него есть вожделение, то есть, животные желания. И он, этот грешник, Ксиль, он понимает, что он действует неправильно, но он говорит, ну, не могу я, вот не могу я, хочу я это есть, хочу я там с этим спать, и так далее. А есть грешник Ивель, Ивель это стептик, который во всем сомневается, и который отрицает, и переиначивает, и он говорит, а кто сказал, что это добро, кто сказал, что это зло. И он, как бы интеллектуально, еще и убирает правду. Это самая тяжелая категория грешника. Наивный, это самая простая, то есть, ему сказали так, сказали так, он идет туда, идет сюда. Вот этот Ксиль, это грешник по вожделению, он понимает, что это добро, это зло, но он не может с собой справиться. И Ивель, это грешник, стептик, который понимает, что это добро, но он доказывает себе и другим, что это не добро, а зло. А на зло, наоборот, он доказывает, что это, ну и так далее, это стептик такой. Теперь здесь говорится про женщину Ксилут, то есть, это идеология вожделения, Омия, она громко кричит, шумит она, Птают, Убалия, Дама, и есть идеология, ничего не знающая, то есть, здесь он говорит о двух типах идеологии. Есть идеология общества потребления, она человека провоцирует на грех по вожделению, то есть, вся построена, современная реклама, культура построена так, глаза видят, сердце хочет, руди-ноди делают. Это тренд, ты должен быть модным, все бегут туда, беди туда, все бегут туда, беди туда, фильм, вышел новый фильм, все бегут в кинотеатр, то есть, все, человека побуждают, побуждают, чтобы он хотел и делал, то есть, прямо пробуждают его страсть и его эмоции. Теперь дальше, четырнадцатый отрывок. Ваяшвали петах бейта альтисе мерумей карет. И сидит она, эта женщина, на стуле своего дома, на кресле, поднятом на возвышение города. Значит, человеку внушают идеологию, что, смотри, современная идеология, главная книга сегодня психологическая, она говорит, есть такой Лобковский, кстати, тоже еврей, интересный этот Лобковский, книга его называется, Лобковского, делай, что хочешь. В общем, его идеология, хочу и буду, называется книга, хочу и буду, то есть, это, это как бы, как сказать, идеология Ксиля, то есть, он как бы идеолог, Ксилута, вот этого вот, грешников по вожделению, то есть, он этот, Лобковский, это, да, и у него, и фамилия такая похожая, Лобковский, он как бы говорит, что делай, делай, говорит, что хочешь, и не парься, ну, ну, а как вот, имена и фамилия у него соответствуют, его, его идеологии, да, хочешь, делай, не хочешь, не делай, главное, это кто в жизни, главное в жизни, это ты, и об этом предупреждал царь Соломон, что вот эта вот женщина, которая, идеология, которая построена Ксилут, эшет Ксилут омия, глупость, вот эта вот женщина безрассудная, шумлива она, это как раз вот эта идеология, что он сравнивает метафорой 14-й отрывок, Ваяшвале Петахбейта, сидит она на входе своего дома, Альтисемы Румейкарет, на своем троне выше всех, то есть вот эта вот женщина шумлива, что главное для человека, который эгоист, для него главное его желание, он говорит, я хочу, ну кто мне может что сказать, какой бог, какая Тора, какие правила, какие, я хочу, я буду, понятно, да, теперь, и что она делает, 15-й отрывок, ликро леврей дейрех, амияшрим орхотам, значит, она зовет, вот эта идеология, она зовет тех, кто проходящих по дороге, которые пытаются выпрямить свои пути, то есть, таова вожделения, правильно, таова вожделения, и грешник по вожделению, это тот, который действует по своим таовод, так вот, значит, вот эта вот идеология, когда мое я, мое желание ставится самым главным, она цепляет эта идеология тех, кто ходят по путям, и ищут, они выпрямить свои дороги, к тому же Лобковскому ходят люди в поезде, то есть, есть люди, которые не в поезде, наивные люди, да, вот просто обыватель такой, он не в поезде, он просто сидит себе, посмотрел телевизор, ему сказали, куда идти, он идет, открыл газету, сказали, что делать, сделал, то есть, они, там 80% людей ходят строем по приказу СМИ, средства массовой информации, все, они как бы управляемые, это наивные, теперь, вот эти вот, которые ищущие, они ищут, ищут они идеологию, и тут им предлагается крутая идеология, смотри, делай, что хочешь, ты главный в этом мире, твое желание, самое главное, не парься, не волнуй, ну, типа, вообще, чего ты, и, значит, их она, которые хотят выпрямить свои пути, они все-таки люди ищущие, но их она привлекает, вот эта вот, женщина, которая идет по своим вожделениям, громкая, безрассудная, шумливая, и, которая, которая идет за своими желаниями, теперь, она цепляет, такая идеология, цепляет тех, которые ищущие, ходят своими путями, и дальше, шестнадцатый отрывок, шестнадцатый отрывок, звучит так, шестнадцатый отрывок, звучит так, значит, ми пэти, ясур эна, кто глуп, кто глуп, и тот, кто вот этот вот неразумный, завернет сюда, вэхасар лев, вэамрало, и она зовет, эта идеология, вот этих вот наивных, потому что, как только это становится популярным, тут же толпа туда ломится без остановки, вот сейчас, например, есть популярный доктор Курпатов, и психолог Лобковский, все, значит, тиражи миллионные, и даже наивные люди, они, как бы, раньше они жили по учебнику коммунистической партии, сейчас они живут по учебнику Лобковского, и доктора Курпатова, и шестнадцатый отрывок, ми пяти, тот, кто готов, пяти, это наивный, завернет сюда, кричит эта женщина, вэхасар лев, тот, кто эмоциональный, вэамрало, она ему тоже к нему обращается, потому что для них это очень удобная, удобная идеология, и интересно, дальше он дает такой отрывок, который очень много, а уже все, давайте тогда, семнадцатый, восемнадцатый, мы оставим на следующий раз, на завтра, все, давайте подведем итог, значит, есть идеология Торы, которая, она на первый взгляд, непонятна, недоказана, она говорит о духовных вещах, о вере в Бога, о вере в духовный мир, но когда ты ее, эту идеологию принимаешь, и подчиняешь свои желания этой идеологии, она тебе дает защищенность, долгие годы, богатство, почет, все она тебе дает, только ты должен под нее, подстроиться, не ее подстроить под себя, а сам ты должен под нее подстроиться, и подняться на уровень Торы, теперь есть вариант идеологии, это идеология, делай что хочешь, в этом случае, тебе вроде бы, на первом этапе, тебе нормально, а на втором этапе, мы увидим, что будет 17-18 отрывок, мы увидим завтра. Хорошо, все, дорогие друзья, сделайте, пожалуйста, свои выводы, поделитесь, пожалуйста, своими выводами друг с другом, и с людьми, которые ищут, как выпрямить свои пути, возможно, если эти уроки станут популярными, то и десятки тысяч, сотни тысяч последователей, до этого, психолога Лобковского, они перейдут на вроде Торы, на идеологию Торы, и будет отлично, и он сам тоже перейдет, я думаю. Надо всегда надеяться на лучшее, я надеюсь всегда на лучшее, как учил на царь Давид, даже если острый меч лежит на твоей шее, не переставай надеяться на милосердие Всевышнего, то есть тот, кто верит и полагается на Бога, Бог будет ему защитой, и во всем ему поможет. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня.